Ребят, я запустил стримчанский. Собирай котомки, иди на завод, либо куда-то еще, там тебя работодатель найдет и заплатит. А для тебя я подготовил вот эту сочную пушку. Аааа, да ладно, да ладно, сюда, сюда, просто сюда. Хей, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И сегодня для тебя я подготовил 5 лучших советов для начинающего стримера. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. А победителем на Пи-250 у нас становится барабанная дробь, вытаскиваем билетик, Крэйзи Бой Зе Нуб пригласил. Отлично, заходим к нему, я тебя поздравляю, напиши мне вконтакте и подтверди, что это твой ютуб аккаунт. А для тебя я подготовил вот эту сочную пушку. Все, что нужно сделать, подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить ко мне на канал. И уже в понедельник подведем итоги. Начинаю смотреть 5 советов для начинающего стримера. Кратенько расскажу немножко о себе. Я начинал стримить с одного и двух зрителей, и меня абсолютно никто не смотрел, кроме самого меня и бабули моей, да? Ну, чтобы она знала, когда все-таки будет обед, чтобы меня накормить. Но в итоге я со временем пришел к 7-6 тысячам онлайна, и это было охренительно, я стримил Na'Vi. Ну, микрофон мне позволял, и, в принципе, голос тоже подходит. Поэтому такой большой пик у меня был. А так, в среднем, у меня на стримах примерно 300 человек сидит. Это YouTube и Twitch. И, кстати, если тебе интересно, на какой площадке начинать лучше стримить, напиши в комментариях. Хочу узнать площадку. И я сразу донесу тебе информацию, где лучше стримить, а где нет. Самый, наверное, важнейший совет, который я хочу тебе донести, если ты сюда пришел ради денег, забудь. Собирай котомки, иди на завод, либо куда-то еще. Там тебя работодатель найдет и заплатит. Но здесь, если ты начинаешь со своего творчества, если ты хочешь донести какую-то полезную информацию, и отчасти смешную, тогда это твое. Со временем тебя люди увидят, найдут, и уже потом придут и деньги. Понял? Приходим ко второму совету. Сейчас будет банальный совет, но я все равно его донесу тебе. Это качественная картинка. Твои комплектующие должны тянуть стрим. В интернет, естественно, также должен быть подключен шнуром, а не через Wi-Fi, где битрейт у тебя будет постоянно пропадать, и будут какие-то микролайки. Также веб-камера должна отличать лицо от стены. Понял, да? И микрофонтик, естественно, ты не должен вытаскивать из попы, и как бы там непонятно, что вообще шумит. Должен микрофон быть настроен. Как настроить, и прочее вообще по вебкам, и по свету, и так далее. Если тебе интересно, напиши в комментариях продолжение хочу, и я тогда буду понимать и развивать вот эту тему. Еще раз повторюсь, не надо стримить в голимом качестве, с голимым микрофоном и с голимой вебкой. Все зрители от тебя уйдут. И если те, которые у тебя есть, они просто отпишутся и тоже пропадут. И не надо обклеивать все вокруг баннерами. Это тоже большая проблема у ребят, которые хотят там везде донаты, донаты расклеить. Это не сработает. Найди местечко специально. Вот лично у меня снизу показано, где донаты, где подписчики и так далее. Это очень удобно и комфортно, и ребята тоже себя видят. Третий совет это расписание стримов и сценарий к ним. Если у тебя нет ни одного, ни другого, тоже даже не начинай. Ты должен для себя определить, в какие дни ты всегда будешь стримить, и что ты на стримах будешь делать. Допустим, ты во вторник стримишь одну игру, делаешь розыгрыш, параллельно общаешься с чатом, и дальше смотришь кино. К примеру, все. Это на вторник. И все люди прекрасно знать будут, что ты делаешь в этот день. И когда им нужно будет посмотреть вместе с тобой кинчик, они будут знать, ага, во вторник ты стримишь кино. Приду посмотреть. И люди должны привыкать к этому. И со временем, рано или поздно, у тебя просто онлайн будет расти, потому что люди будут знать, когда и во сколько приходить. Может быть, в этом есть какая-то магия? Ааа, да ладно, да ладно, сюда, сюда, просто сюда. Четвертый совет. Развивай свои социальные сети. Ты можешь на примере, в инстаграме, потом подсказать в историю. Ребята, я запустил стримчанский. Сразу те, кто будут в онлайне, они посмотрят, и к тебе придут на трансляции. Вконтакте ты можешь создать свою группу, где также можешь делать всякие рассылки, и также есть вконтакте истории. Но если говорить о дискорде, то вообще ничего не надо. Там, в принципе, сверху будет написано, что ты начал стримить на Твиче и так далее. Но если говорить о телеграмах и прочих других социальных сетях, они тоже актуальны, и там тоже можешь найти свою аудиторию. Главное, ты должен общаться со своей аудиторией, и социальные сети тебе в этом помогут. Летим к последнему, пятому способу. Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя во все мои социальные сети. Первое, это Вконтакте. Это группа с мемасами, где ты реально разорвешь свой пукан от смеха. Ну и вдобавок, Дискорд один на один с ребятами катаем, да и просто вечерами, бывая чили, мы общаемся. Ну и последнее, это Инстаграм. И я там свои истории реальной жизни показываю, поэтому, дружище, давай, все в описании. Также Твич, братик тоже залетает туда, стримчики, киношечки и так далее. Все, погнали, продолжение. Этот способ называется розыгрыши. Это прямая дорога к твоему продвижению. Изначальному, постепенному, своевременному, да и так далее. Всегда это делай. Сейчас-то они на каждом углу есть, поэтому, дружище, будь в тренде, делай то же самое. Например, если у тебя есть социальные сети, которые сказал ранее, тоже делай розыгрыши там, репосты обязательны, чтобы другие люди узнавали и заходили к тебе. Ну, параллельно еще даже в прямые трансляции, когда люди уже пришли на трансляцию, они знают, что помимо того, что они могут просто тебя посмотреть, покайфовать, они вдобавок еще и получат какой-то профит. Начиная со скинов, заканчивая денежками. На примере у себя на трансляциях я делаю по 50 рублей каждый раз, там каждый час, либо каждые два часа на трансляции полтинничек кто-то забирает. Либо скины также разыграю на прямых трансляциях. Дружище, пользуйся этим способом и обязательно твоя аудитория вырастет. И, возможно, рано или поздно скажешь, Серега, благодаря тебе я начал продвигаться. Мне будет очень приятно. Ну вот, я тебе рассказал пять советов, как легко и просто начать стриминговую карьеру. Если ты хочешь продолжения, напиши в комментариях продолжение, я буду это понимать. И, кстати, поучаствуй в этом розыгрыше и посмотри вот этот годный видос. Давай, там годнота. И лайкусик, кстати, не забудь поставить. Пока-пока.